Всем привет, с вами Юля. Есть у меня вот такая коммуналка, которую нужно срочно расстелять. В сентябре 22 года в этот горшок я сажала одну розетку, вот эту центральную. Она была такая, знаете, коцаная, верхний лист был отломан, вот видно, да? И за полтора года она сама подросла, плюс нарастила кучу деток. Вот им здесь сейчас мало места, но вы скажете, можно в целом взять и переселить в горшочек побольше, и будет тебе счастье. Но, честно говоря, меня коребит вот этот отломанный лист, и мне хочется, чтобы все было красиво, идеально, чтобы каждый листик был целенький. Да, вот я так люблю, и поэтому я хочу их сейчас все разделить, центральную розетку омолодить, то есть снять нижние листья, убрать вот этот отломанный лист, посадить ее, и уже через время, когда она нарастит снова детей, подрастет сама, тогда я все это оставлю в такой композиции, и будет это все очень круто смотреться, потому что все детки будут целенькие, мамка будет целенькая, вот, и все это будет прекрасно смотреться. А сейчас я хочу всех их разделить, плюс, видите, сансевьерия, она немножечко сморщенная. Так иногда происходит из-за недостатка влаги, либо, когда они наращивают деток, они очень много питания отдают детям, и, соответственно, сами становятся вот такие немножечко пожухлые. Вот. Ну, здесь, мне кажется, все-таки дело в недоливе. Вот так все выглядит. Сейчас можно посмотреть, видите, хорошо наросли корни. Предлагаю, если вам интересно, запостись чаем и печенками, и будем со мной вместе рассаживать эту красоту. Ну, такая хорошая корневая система наросла. Так, я подчистила корневую систему от грунта, и мне просто было интересно, кто из них, чей ребенок. Просто иногда бывает такое, что большая розетка дает детку, эта детка подрастает, дает свою детку. И вот первая детка, которую я сейчас буду отделять, это, собственно говоря, детка от материнского растения. Вот такая уже выросла. Дальше. Еще одна детка от материнского растения. Это все от материнского растения получается. Это тоже самое маленькое, пошла от матери. Как видите, корневая небольшая, но какую-то часть корней я оторвала, в этом ничего страшного нет. И будем смотреть. Вот видите, вот этот лист мне вообще не нравится. То есть он был отломан. И теперь я буду делать не самые приятные для некоторых манипуляции. То, что слабонервные. Закрываем глазки, выключаем видео, перематываем. Я буду снимать листья. Она ведь еще такая вялая. Обязательно уберу остатки листьев, чтобы они не загнили. Вот эту часть обязательно нужно подсушить перед посадкой, чтобы растение не начало гнить. Пока оставлю ее так. Посмотрим остальное. Прекрасная детка. Только она чуть-чуть искривилась, потому что видно, ей было мало места. Вот эти листья я тоже частенько убираю, потому что мне нравится, когда красивый веер. И для того, чтобы, как сказать, сюда тоже ничего не попало. Ну, во-первых, вид портит. Во-вторых, вот сюда может что-то попадать. Ну, вот. И загнивать. Поэтому я эти листья убираю. Ничего в этом страшного нет. Так же все подсушу, и будет все прекрасно. Просто мне хочется, чтобы был красивый, аккуратный веер. Так, еще буду убирать вот этот лист. Видите, он такой, ну, не цилиндрический, а почти обычный. Так, и, наверное, вот этот лист, это он какой-то чересчур вялый. Так, уберу его. Получается абсолютно прекрасная детка. Посажу ее поглубже, ну, где-то вот так, чтобы закрыть вот эту часть. Ну, и прежде, естественно, буду все это подсушивать. Следующее дитё тоже вот с такими не очень красивыми листьями тоже буду все это обдирать. Вот видите, какие у них первые листья выходят. И вообще поначалу розетка, она получается немножечко такая, видите, сверху, как крученая. Иногда, ну, это происходит от того, что, ну, растение так, в принципе, растет, да. А иногда места не хватает. Вот мне кажется, больше места не хватало. Потому что обычно крученные вот эти, ну, плоские листья, а уже цилиндрические, выходят более-менее нормальные. Ну, нет, вот видите. И здесь вот этот лист, не знаю, видно, нет. Вот такой вялый. Поэтому спокойно уберу. Он, видите, не вписывается в мою картину мира. Ну, тоже активно тронется в рост, и будет красота. Здесь по старой схеме. Все, теперь всех я... А, нет, вот, вот еще же, еще одна малышка, как я ее не заметила. Вроде бы все. Всех почистила, всех сушу. Вот так все выглядит. И вот так буду закапывать. Ну, покажу, когда буду закапывать. Вот. Оставляю подсыхать обязательно. Сейчас подумаю, может быть, чем-то обработаю вот эти части. По поводу листьев. Листья можно спокойно укоренить. Единственное, что я бы вот эту часть, ну, вот, вот эту часть, да, такую плоскую, я бы ее отрезала. Вот так отрезаю. Сушу. Сушить можно прям, прям долго. Недели-две спокойно они могут лежать. Эти листья ничего не будет. И потом, собственно говоря, просто втыкая в грунт, они начинают сморщиваться. Такие, ну, вот, как видно здесь, такие вялые. Вот. А потом, когда я смотрю, что листик начинает напиваться, это означает, что у него появились корни. А когда он хорошо укореняется, он начинает давать детей. Детки таких листьев растут по сорту. Только, единственное, да, изначальные листья, так же, как и у этих деток, будут сплющенные. Но только здесь, к примеру, получается там два-три маленьких сплющенных листа. А у таких листьев, сейчас принесу и покажу вам, как выглядят детки, вот, когда выращиваешь из листа. Да, у меня есть пример. Вот, смотрите, тоже посажены листья. Видите? И детки растут. Вот, видите, большой такой расплющенный лист. Еще один расплющенный лист, но они, таки, видите, побольше. А потом, вот, появляется первый цилиндрический листочек. Вот так все выглядит. Пока тут вот цилиндрический первый ток зарождается. Вот такая компашка. Мне всегда очень жалко выкинуть листья. Я вроде бы такая, думаю, все, все, надоело, места нет, беру, выбрасываю. А потом, думаю, так жалко. Вот, вот, прям до мусорки доходишь, сердце кровью обливается. Думаешь, не, оставлю, доставлю, укореню. Ну, ну, хотя бы просто сначала подсушу, а потом они лежат, сушатся. Думаю, блин, что, зря сушила, что ли. И вот сажаю, сажаю. И они вот растут. Тут не видно? Корней не видно. Ну, потому что в целом я сначала сажала в такой горшочек 7 на 7 сантиметров. Вот. Ну, потому что места мало. Соответственно, потом, думаю, ну, что-то им тут вообще печально. Потом решила вот дать чуть-чуть больше объем. Ну, где-то, может быть, месяц, может, недели три назад пересадила вот в этот горшок. И прям детки стали заметно активнее расти. Вот. Так что, ну, такая ситуация. А сейчас ждем, пока все подсохнет и начнем сажать. Прошло чуть меньше суток, они уже хорошо подсохли. Плюс я их еще разукрасила Максимом. Вот. Купила много патчет Максима, такие маленькие ампулы. Мне в этом году предстоит много санцевьерий рассадить, разделить. И для того, чтобы обезопасить их, ну, и себя от потерь, я решила всех мазать. Ну, как бы лишним не будет. Он хорошо заживляет, предотвращает всякие болезни, гнижки. Для посадки я подготовила грунт. Здесь универсальный грунт с биогумусом, нейтральный торф, кварцевый песок, такой тяжеленький, крупной фракции, и перлит. Все это смешала. Грунт хороший получился, воздуха и влагопроницаемый. Так, для посадки я буду использовать вот эту большую розетку. Хочу посадить в такой горшок. Мне кажется, он ей подойдет. И в целом покорневой будет нормально. Вот. Наверное, нормально. Что-то не помещается она у меня в него. Ну, как вот, смотрите, раз, и так Максим как бы видно. Так, тогда придется чуть-чуть оттереть. Стерла я весь лишний Максим. Теперь все будет хорошо помещаться. Вот, видите, все закрывается. Получается примерно как-то так. Вот. Еще сверху я хочу засыпать лечузу. Но, скорее всего, я это буду делать в другой раз. Ну, точнее, сделаю 1-2 полива. И потом буду уже подсыпать лечузу. После посадки прошло уже два дня. Растения выглядят вот так. Чувствуют себя неплохо. И теперь я первый раз могу их смело поливать. После первого полива грунт осел. Это хорошо заметно в зеленом горшочке. Стало видно места, которые я мазала Максимом. Но я по этому поводу вообще не переживаю. Это очень хорошо, что грунт осел. Я сверху хочу насыпать минеральный грунт. Для того, чтобы земляной ком не покрывался корочкой. И внешне это будет намного эстетичнее выглядеть, нежели вот просто такая вот земля сверху. Вот так выглядят рассаженные санцевьери. Теперь каждая будет жить в своем собственном отдельном домике. Вы скажете, а что так было заморачиваться, рассаживать их по отдельности. Можно было бы привести розетки в порядок, убрать лишние листья, омолодить. И посадить все пять розеток вместе, для того, чтобы была красивая, пышная композиция. Но скажу, почему я этого не сделала. Это такой интересный сорт, который выглядит очень красиво и очень активно деткуется. Если я посажу все пять розеток вместе. Да, это поначалу будет очень красиво смотреться. Но когда вот эти розетки, ну и взрослая, собственно говоря, пойдет в рост, они начнут активно давать детей. И это уже будет не композицией санцевьери, а целый санцевьеревый лес. И растениям будет некомфортно. Они будут друг другу мешать. Поэтому я решила рассадить их. Они подрастут. И потом будут сами давать детей. И каждая по отдельности, это уже будет такая красивая композиция. Поэтому оставлю себе парочку, а остальных пристрою в новые дома. Вот, выглядят вот так. Кстати, по поводу вот этого. Видите, вот здесь часть, ну вот эта нижняя часть, она такая белая. Ничего в этом страшного нет. Почему? Потому что со временем вот эта часть, она позеленеет. У меня так было с санцевьерией Уитни. Я убирала нижние листья. Там тоже нижняя часть стала такой вот белой. Но ничего, со временем она просто-напросто позеленела. Мне просто было страшно сильно заглублять розетку. Вот, поэтому я оставила вот так. Она позеленеет и будет все прекрасно. Скоро она адаптируется. Нарастит хорошие корни. Пойдет в рост. И, соответственно, напьется. Не будет вот такой вяленькой. Вот, и начнет снова давать детей. И это уже будет новая красивая композиция с целой такой вот мамочкой. И будут маленькие детки. Будет классно смотреться. И это каждая розеточка. Они подрастут и тоже начнут давать детей. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего доброго. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok